Ассамблея армян с Западной Арменией. Подготовится Сиэм Амара. Приветствую вас, господин председатель, уважаемый делегат. Благодарю вас за то, что наша организация смогла получить аккредитацию на эту историческую конференцию. Мы сейчас идем в переговоры по жизненно важному соглашению для коренных народов. Западная Армения, которую мы представляем, удовлетворена тем, что декларация ООН о правах коренных народов учитывается в этом документе. И наша организация называется Анаит. Это значит, что мы говорим о тех коренных народах, которые стали жертвами геноцида, которые были лишены своих земель с 1924 года и лишились своего статуса. Или армяне Альсаха, которые просто драли в результате этнических чисток, были лишены своих родных земель вследствие незаконного использования генетического ресурса и полного разрушения их духовного и священного наследия Азербайджаном. Также мы напоминаем о требовании о раскрытии в статье 3. И поэтому предлагаем, чтобы государства-члены не только признали наличие коренных народов на коренных территориях, но и тот факт, что эти народы пострадали от геноциды. И здесь нужно учитывать принцип примирения, который должен быть эффективным в соответствии с Декларацией основных прав и свобод, с учётом традиционных знаний и генетических ресурсов. В рамках данного документа коренные народы не участвуют в качестве контактных сторон, хотя они и являются непосредственно затронутыми в этом документе и участвовали в подготовке этого документа в течение 25 лет, работая в качестве наблюдателей. Мы хотели бы отметить важность упомянуть Ногойский протокол, который рассматривает ресурсы, которые находятся в ведении коренных народов в течение тысяч лет. Мы говорим о колоссальном истощении генетических ресурсов, которые принадлежат коренным народам, пострадавшим вследствие различных событий. И в результате происходит загрязнение, изменение климата, загрязнение окружающей среды. То, что мы можем назвать опустыниванием, разграблением генетических ресурсов вследствие незаконного их присвоения. Благодарю вас, господин председатель.